Подписанием указа о запрете полета в Египет российским авиакомпаниям президент РФ косвенно подтвердил, что в Кремле знают истинные причины гибели 224 пассажиров и членов экипажа самолета Airbus A321. Напомним, пассажирский авиалайнер разбился 31 октября 2015 года в Египте. Поначалу российское руководство отрицало вероятность теракта, но за минувшую неделю разведки США, Великобритании и еще ряда других стран заявили о наличии фактов, как раз подтверждающих взрыв бомбы на борту самолета. После осмотра обломков, тел погибших и изучения обстоятельств случившегося тревогу забил и глава ФСБ Бортников, посоветовавший отменить полеты в Египет. Это случилось на шестой день после трагедии, при том, что джихадисты ИГИЛ взяли на себя ответственность за уничтожение российского самолета. Сделали они это дважды, сразу после крушения и 4 ноября. До Патрушева, Путина и их свиты дошло, что трагедия может повториться только 6 ноября. Сразу хотел бы дать высокую оценку работе сотрудников центрального аппарата, территориальных органов и специальных подразделений ФСБ. Отметить ваши грамотные и мужественные действия при нейтрализации внутренних и внешних угроз. Обращаю внимание, повышение качества оперативной и аналитической работы. Это процесс каждодневный. Нужно последовательно расширять возможности службы по решению всего комплекса текущих и перспективных задач в сфере безопасности. Речь об обеспечении национальных интересов и стабильного развития нашего государства. О надежной защите общества и граждан от потенциальных рисков. Президент РФ поддержал предложение, озвученное на заседании Национального антитеррористического комитета. О приостановке полета в российских авиакомпании в Египет до выяснения причин гибели российского пассажирского лайнера. Однако соответственный указ Путин подписал лишь 8 ноября, на девятый день после катастрофы. Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан в Египет. Пока без Египта президент Владимир Путин подписал указ о временном запрете авиакомпаниям перевозить россиян в эту арабскую республику. Владимир Путин подписал указ, который временно запрещает российским авиакомпаниям перевозить пассажиров в Египет. Британское издание Sunday Times назвало возможного организатора взрыва на борту А321. Главным подозреваемым является Абу Асама Аль-Масри, главарь группировки «Синайская провинция», присягнувшей в прошлом году террористической организацией «Исламское государство». Представители британской разведки уверены, что именно завербованный Аль-Масри сотрудник аэропорта подложил бомбу в багажное отделение А321. Российские туроператоры прекратили продажу путевок в Египет. К настоящему времени из Арабской Республики вывезено около 11 тысяч российских туристов. Они летят без багажа. Им разрешается взять на борт самые необходимые вещи, которые тщательно досматриваются. Багаж перевозят на самолетах МЧС без пассажиров. В данный момент в Египте находятся около 80 тысяч россиян. Остается надеяться, что они благополучно вернутся на родину и не станут жертвами кровавой авантюры преступного путинского режима, который продолжает убеждать граждан своей страны в целесообразности сирийской кампании. Возникает вопрос, почему именно против России, которая воюет с ИГИЛ менее 40 дней, предполагаемый на 90 процентов взрыв на борту нашего самолета, не является ли он продуктом договоренности не трогать гражданские самолеты западной коалиции? Версия, не более. В то время, как ни в чем невиновные люди гибнут в самолетах и под бомбежками шойгинских космических сил, в центре Москвы детишки выстраиваются в слово «победа». Этот перформанс посвящен параду 1941 года, который свихнувшиеся пособники Сталина решили провести в условиях войны для поддержания боевого духа. Ныне, когда в результате действий путинского режима разрушена инфраструктура Донбасса, убиты тысячи украинцев и сирийцев, против российских граждан совершаются теракты, авиаран, поставляются российские системы С-300, этот парад выглядит по меньшей мере идиотизмом. К счастью, не все жители РФ пребывают в имперско-милитаристском угаре, и некоторые, как художник-акционист Петр Павленский, набираются смелости и плюют в лицо кремлевским гебистам. Пока поджигая лишь дверь в главном здании ФСБ на Лубянке. Это предупреждение под названием «угроза». Что последует дальше, нетрудно представить. Я считаю, что в России нет национальных интересов в Сирии, что вся эта война устраивается исключительно с целью удовлетворения личных международно-политических амбиций Владимира Путина, который ищет все новые и новые способы для принуждения Запада к любви и к переговорам о возвращении в старый Ялтинско-Пацдамский миропорядок. Но мирные жертвы всемирного населения вполне возможны. И, конечно, сейчас Крым сделает все возможное, чтобы отвлечь внимание от этой версии и показать, что вообще, если бы мы не начали военную операцию в Сирии, если бы Российская Федерация начала военную операцию в Сирии, то ИГИЛ буквально пришел бы к нам домой и взорвал бы все дома в Москве и на сопредельных территориях. И на этом фоне погибший самолет выглядит уже не так чудовищно. Хотя выглядит он, конечно, чудовищно. Продолжение следует...